да что это полин да это полина александр и сегодня у нас очередной обзор павловни на даче даже с маленьким мини-концертом добавим все концерт окончен на камеру не поем и так наша павловня красавица вот такая красота ухты пухты ухты пух особенно вот это вот вот это вот это а и красавица нормально вспомнить какие такие маленькие тут были вымахали даже уже вот это вот обгоняет ранее посаженную вот у красота я очень рад таким соревнования посмотришь у ребят у них такие леса густые в небо в потолок вот и я думаю скоро у нас будет тоже такое в небо потолок пока туда выча желтая наливается давайте поближе подойдем он такая красавица поломня тут грибок продолжает экспериментировать но вот тут лист уже пошел в прирост вот вокруг тут уже выздоровела так что все потихоньку все это дело выздорове также мы видим тлю и муравьё симбиозе тут эта красота и ничего никто тут сильно не по волне ничего не есть 7 все хватает бурлянчик потихоньку вам подъедают так что надо всем понемножку оставлять питание симбиозе быть и все будет хорошо идем дальше смотреть нашу красоту привез еще десяток грибных блоков надо будет их вот под эту мульчу которая зимой заготавливал их еще доложить там чуть-чуть видно он бежит как раз питание для него красота соседу дядю ли дали у него брат для для них уже занимается он на пеньках на тополиных выращивает вот и дядя юра будет пробовать я очень буду рад чем больше грибов тем лучше даже вот таких вот грибов смотрел ролик на канале антиутопия потом по одной из версий карна шляп это черный гриб плесень черная плесень грибов ну из своего опыта по растениям знаю что чтобы не распространялись там вредные грибы и опять вредных не бывает надо распространить полезные вот как же с сорняком просто чтобы не было сорняка надо сорняков таким полезным сорняком типа укропа заменить ну или кого какие вкусы также здесь чтобы у вас не напрягал вот этот страшный черный грибок черная плесень надо хороших грибов у себя насадить и все будет тогда хорошо может быть и будет но его пределы по дык предельно допустимой концентрации будет вполне думаю допуске и вполне наш организм будет справляться с такой дозировочкой ой какая красота здесь любоваться конечно можно я очень рад этому лесу конечно же гибискусы скоро в этом лесу потеряются но они тоже такой подгон для него вот они уже тоже лидеры тянутся тянутся вот такой вот подгон до чтобы быстрее все плотничком росли и смотрел еще тоже за рубежом одного человека вот как он быстро за два года выращивать лес он усилает вот так вот все навозом и садит вот так вот все деревья только разные деревья вот так вот все ковром и она вырастает за два года лес так что берите на заметку вот такие вот плотные посадки надо его первым делом как бы зацепить полянку отбить ее когда у таком допустим кругом пекло песок вот мы сейчас ездили поливали тополя со снегом подмочуем влажненький хорошенький песочек да и дождики наверно до этого были да я поливал ничего потихонечку вот такие вот осенние сочные оранжевые цветы красота глаз радует перчик 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 обожаю перцы сладенькие вот такие красненькие вкусненькие пожелать на камеру в коле или где-то даже это очень тема популярна мы попробуем такой формат и кошмака вкусная экологически чистая еда выращена на прекрасной природе в пении таких прекрасных птиц ласточек ладно меньше бабла больше жить очень вкусно как сюда у нас фасоль бобовые кормим землю фасолькой там малинка капусточка элементы мульчи картон так ладно не будем по картонам укроп все же за самостивом чтобы он тоже тут распространился люблю такие смешанные посадки на мы пойдем смотреть теперь по вовне и самые первые посажены что в груши груши периодически снимают уже да уже остаточки остаточки вон одна груша осталась там с десяток полтора собрали урожай а то есть падает разбивается и так дома потихоньку они дозревают ну что опять жевать ладно не на камеру ну просто хотя бы укушу потом полимся придем все решим такая пота опять в очередной раз по волнит у себя как-то на солнышке повеешь повесила листы вот она так реагирует на солнце скорее всего а вечером приходит это же сколько видел видео эти листья подымаются раскрывается наверное здесь такая же ситуация происходит по весне немножко повредила корневую собака копала рядом ямку ничего я думаю на все уже давно нарастила так вот такая под кормочку шикарная лежит какая красота это надо сюда витаминку подкинули для поволнии идем дальше тут желтая слива тоже уже прошла отошла хотя с северной части дома там еще насыпано желтеньких вкусные медовые здесь поволния что-то сильно не жирует тоже нормальный вариант будем смотреть что из этого получше надо конечно побольше и так обрезать солнце чтобы проникал он даже вяз проскочил он тут самоселом сходит только в путь потому что у нас сзади вот такие деревья они сильно насыпают при хорошем поливе они тут очень хорошо сходит тут голый песок но на этом голом песке благодаря органике и регулярным поливом в принципе растет все очень даже хорошо полив поливают на раполина уже пришла включила вот такая красавица павловня мы уже 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 вот такая вот вот такого вот я очень рад этому роста всем этим движения ой корешочки корешочки давайте рассмотрим ее корешочки вот наши корешочки красота вот один пошел сюда один сюда класс это если даже зимой можно ли вот теперь приехать выкопать черенки обрезать пенек опять заново посадить а так я читал в группе ватсап у людей бывают до 50 таких корешков у них получается с хороших пеньков нарезать такого посадочного материала закапываем это все обратно притеняем прикармливаем идем смотреть дальше нашу красоту прошу раз мы тут вспомнили птичку сегодня не видно кто-то улетел до сбоку о какая красота а вон та птичка вон 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 полетела на эту сторону он по-любому не здесь гнездышко еще раз показать вот такую красоту мы уже с ней практически сравнялись следующие разы буду приезжать она уже будет выше меня я очень рад очень-очень рад смотрим что-то стволик основания да вот такая красота спали с толщиной чуть больше большой палец листик выломался под черешочка ровно вроде все зарастало ну и дальнюю нашу в тени он там ей уже сейчас явно света не хватает здесь он свет проскакивает макушками даже кажется пожирнее чем там там она более худенькая а так у нас тоже здесь особо никогда ничего не росло тут песок с поливом не очень и тени все вместе по волне и удобренная навозом и прочей органикой все таки хорошо показывает себя даже в таких условиях тоже собираюсь это дело прореживать чтобы было тут солнца света больше шиповник нара какой-то сортовой у него плети там по четыре метра минимум они тоже тут не из тоненьких вот шиповничек тоже от молодой побег даже если его хорошо обрезать будет выдавать такая шиповниковая павловня ландыши с ягодами а это не ядовитый на не праву хотя есть у людей сомнения по этому поводу который что-то даже не пробовали цепилась петличка он поломанный листик а все равно питает кормит сломлен но не сдался неправильное дело заживет и так хорошо вот тут немножко изгиб или вот он за солнцем стал поворачиваться до или полина его за за этот листик потрепала бедняжечку ну ничего все равно делать технический средств на будущем вот я думаю все это дело очень хорошо даже броняется на всем будем закругляться но у такой вот красавицы разве тиска раз для теста желаю всем всего доброго счастья здоровья пока пока